Привет, друзья! Давно не виделись с вами. Не знала, чем вас еще порадовать. Потому что, к сожалению, то, что я вам ганонсировала регаты вокруг нашего острова в июне месяце, и, к сожалению, в этом году, знаете, как назло, этой регаты не будет. Поэтому я вам перед вами хочу извиниться. Может быть, на следующий год мы сможем с вами посмотреть, а сейчас пока нет. У нас начинается фестиваль, друзья, фестиваль музыки. Это каждый год проходит с нашего острова на остров. Едут все музыканты, и очень много приезжает людей с основной Мейнленд. Ну, это потом. А сейчас я вас привезла вот такой вот хочу вам показать. Вот это вот кемпинг, как бы по-нашему сказать, или как. Вот видите, вот здесь вот такие вот домики временные. Называется Holiday Park Place. Вот. Их тут очень много. Вот они у самого моря, как вы видите. Смотрятся они великолепно, как вы видите. Они все однотипные, сделаны, наверное, так специально, чтобы вот какой-то все-таки иметь такой вид общего городка. Хотя не знаю, кому нравится, кому нет. Вот. Вот такой вот домик. Люди покупают. Это Holiday Mobile Park. Holiday Mobile Home, так скажем, да. То есть вот мобильный дом для отдыха. Внутри, вы знаете, там довольно уютно. Они бывают большие, эти вот холодные, такие домики. Они бывают поменьше. Ну, наверное, вот в основном там кухня, sitting room и спальня одна или две. Очень хорошо мобилированные. Вот такие вот Holiday Home, вот эти. Они стоят, друзья, довольно-таки дорого, на мой взгляд. От 45 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Можете, конечно, иногда какой-то скидкой или кому-то нужно срочно. Можете купить, может быть, подешевле, 35. Но в основном вот 40-45 тысяч фунтов стерлингов стоит вот такой вот Holiday Home. И еще, помимо этого, если вы его покупаете, можно жить здесь, конечно, все лето. И даже там есть какой-то небольшой обогрев. Вот видите, сзади газовые баллоны стоят у всех. Это вот пользуется газом для какой-то кухни, для приготовления пищи. Вот они, видите, там баллоны газовые везде. Вот. Ну, конечно, все равно зимой холодно. И никто, конечно, тут зимой не остается, жить не будет. И, в общем-то, бы и ничего. Если есть деньги, то почему бы вот так вот не купить и не приезжать и не оставаться здесь на лето. Но еще один такой нюанс, что здесь вы должны платить 5 тысяч фунтов в год вот за то, что вы пользуетесь вот этой землей. Хотя, вы знаете, несмотря на то, что вот они и дома эти дорогие и, в общем, платить надо за землю 5 тысяч фунтов. Но, тем не менее, ой, посмотрите, зайчонок. Ой-ой, посмотрите, маленький зайчик. Ой-ой-ой, побежал. Вам видно? Белым хвостом завилял вон в углу. Вот, видите, вот название Holiday Homes for Sale and Hire Sand Hill Holiday Park. Вот, кому интересно, можете открыть. Видите, даже сайт написано. Вот. Вот, ну и то, что я вам сказала. Вот, несмотря на то, что здесь огромное количество этих домиков и, помимо всего прочего, это вот только здесь как бы в одном месте, а у нас на острове Айла Вайт таких очень много, вот именно Holiday Homes Place. И они, вы знаете, все куплены. Вот они пользуются спросом. И еще, если кто-то хочет купить, то еще надо поискать. Вот так вот. Ну и вот я спускаюсь с этого Holiday Home Parking Place. Я спускаюсь к морю, к океану. Вот сейчас мы с вами пройдем. Вот, посмотрите, какой тут живописный вид. Вот такой клифт опять, обрыв. Вот это вот, это уже не пролив Солан, друзья, это English Channel или Ла-Манш по-нашему, как мы лучше знаем его. Вот открытый океан. Вот, видите, какая прелесть. Здесь у нас таких живописных мест, живописных уголков. По мне, так вот это один из них, из живописных таких мест на нашем острове очень много, друзья. У нас все впереди, будем смотреть. А это вот кафешка здесь, видите, на берегу. Сейчас спустимся, посмотрим. Вот, прелестное кафе. Видите, вот так вот оно декорировано опять лодкой. вонки кафе White Cliff Bay называется. Не знаю, наверное, может быть, попьем мы кофе здесь, а может и нет. Сейчас пройдемся вокруг. Да, ну вот уже я спустилась к самой воде, друзья. Вот вам показываю вот такие различные породы. И песок, и мел перекликаются, перемежаются между собой. Вот мы уже у самого моря. И вот, что хочу сказать. ой, не знаю, ветер, е-мое, как вам рассказать. Как мне сейчас рассказали, вот этот вот клифт, White Cliff он довольно высокий. Даже не знаю, вам не могу сказать, сколько он метров. Ну вот вы видите, вот я как раз его сейчас вам показываю. И вот говорят, что каждый год кто-нибудь отсюда вспрыгивает. То есть вот, как сказать, самоубийство или что. Каждый год происходит. Непонятно, по какой причине. Вот говорят, что этот, если вы поднимаетесь туда наверх, и вы стоите, такое впечатление, что только небо и океан. И больше ничего не видно там, говорят. Вот я сама не поднималась, вот мне как объяснили. И что оно как будто затягивает, знаете, как какой-то водоворот. Какой-то, как воронка засасывает. И очень многие люди, может быть, сослаблены психикой, а может быть, что-то не то в жизни. И вот они прыгают с этого обрыва. Вот он вот этим знаменит, друзья. Ну не знаю, знаменит или как сказать, печально знаменит. Вот говорят, в прошлом году пара влюбленных. Вроде бы, вполне себе даже и нормально все у них было. Они пришли, поднялись, парень и девушка поднялись сюда. Парень даже полицейский поработал. Поднялись и спрыгнули. Вот. И разбились. Потому что внизу, там, видите, там, по-моему, до моря-то не долетишь, а спрыгнешь и ударишься об землю. Хотя вид, говорят, только то, что вокруг океана вода. Вот так, друзья. Ну а здесь вот это вот с другой стороны я вам показываю. Это пляж такой. тоже может быть немножко смотрится с другой стороны по-другому. Вот мы приехали с той стороны. Наш райд, в котором обычно гуляем. И пролив Соланд, это вот туда прямо сейчас. Вот. А это, как я уже сказала вам, пролив Ла-Манш. Открытый океан. Вот сейчас полная вода. Людей не очень много, как обычно здесь. У нас погода не очень как-то радует. Вы знаете, вот конец июня у нас еще тепла, в общем, практически не было. 22-25 мы ловим. Как только солнышко, сразу бежим на пляж. Может быть, июль будет получше, но пока вот видите, вроде воды, а искупаться редко удается. Но мы вообще-то купаемся. Вот. Вчера купались, было 25 градусов. Заходить трудно, но потом вроде и нормально, ничего. Ну, вот так, друзья. Немного я вам рассказала, показала вот этот Holiday Park, Holiday Home. Очень распространенный отдых английский. Надеюсь, что вам понравилось. пишите отзывы, ставьте лайки. Жду вас на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok.